Астрахань, ну центр города, по крайней мере, произвел хорошее впечатление А вот что касается окраин и дорога из аэропорта, получилось, ну прямо скажем, не ахти какой И не произвела впечатление какого-то супер-пупер крутого города Но тем не менее, интересный город на Волге Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 и его отец, которому 77 лет, и он, собственно, самый возрастной участник этого ралли-рейда. Вот это вторая машина Хино, на которой поедет Йоши Сугавара. Это отец Тахихиро Сугавары и вторая машина, которая сейчас проходит техкомиссию. Эти грузовички всегда были самыми легкими на Дакарах. Команда из Японии, праворульные машины, кстати. Вот эта машина из Владивостока доехала, доехала своим ходом. Автомобиль Toyota Land Cruiser 95 года выпуска, ну и, соответственно, из находки, из тынды она ехала сюда. Вот так выглядит этот автомобиль, который сюда больше 10 тысяч километров. Самый героический. Да, 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 вот я как раз как. Ребята работают без команды механиков, вдвоем едут, вдвоем чинят автомобиль. Ну и в пути они были почти 10 дней сюда. Вот такая команда. Интересно, много ярких машин, Сергей Корякин, Мартин Ван Денбринг. Вот его автомобиль Renault, я его уже показывал. Сергей Корякин в этом году пересел с квадроцикла на вот такой вот багги под 116 номером. Друзья, это автомобиль Анастасии Нифонтовой. Анастасия в этом году пересела с мотоцикла на Toyota Land Cruiser 200. Вот, собственно, ее автомобиль, на котором она поедет на шелковом пути. Но, как вы знаете, на шелковом пути нет мото зачета. И поэтому Настя едет вот на такой машине, на Toyota Land Cruiser 200. Как она, кстати, сама говорила, она и в жизни ездит. Ездит на Land Cruiser, ну и поэтому, собственно, вместе с Toyota здесь будет выступать на этом шелковом пути. Но на шелковом пути изначально не было мото зачета и, видимо, никогда его не будет. Вот такая у нас здесь ПТС-ка на базе КАМАЗа сделана. Сейчас я вам ее покажу. Не самая большая, но главное, что работает. Это ПТС-ка, которая будет вместе с нами на протяжении всего шелкового пути. Так, а вот там КАМАЗы поехали. Шесть грузовиков команды КАМАЗ Мастер здесь будут выступать в этом году на ралли шелковый путь. Пять из них дизельные и один газодизельный. А вот они, челнинские грузовики, которые сюда приехали и здесь будут опять главными фаворитами этой гонки. И вот, собственно, капотный грузовик в черных цветах. Бело-синяя армада, да, так и называется. Это новый грузовик. Который полностью переработан дизайн. Ну, капотный это отдельная версия. Измененная передняя часть, как видите. Ну и, конечно, да, по высоте. Это те машины, которые из года в год на Дакаре побеждают, выигрывают шелковый путь. Конструкция их год от года совершенствуется. Вот эти вот все дизельные машины, а вот там машина Сергея Куприянова. Это автомобиль с газодизельным двигателем. То есть, такой гибрид. Вот она, челнинская армада. Ну, а первая машина, это тот самый капотник. Ну, КамАЗ-кетта машина бескапотная, да. Если говорить о заводе, ну, о серийных машинах. Но здесь на шелковом пути, на гонках ралли-рейда капотная модификация, она, понятное дело, более, ну, комфортная, что ли, для гонщиков. И поэтому, вот, КамАЗ уже из года в год тестирует эту капотную версию. В Астрахани пошел самый настоящий ливень, тропический ливень. Посмотрите, как льет сейчас, что здесь происходит. Жара была весь день. И сейчас жарко, но просто очень много воды вдруг стало. Какое-то дикое количество. Дождь поливает, как из ведра. Буквально вот за какие-то считанные секунды он пошел. Астраханская погода. Еще и ветер очень сильный, ребята, даже палатку сносит. Ну, такое иногда случается. Но вот этот КамАЗ как раз и есть газодизельный, тот самый гибрид. Но, видите, у него даже немножко другая расцветка. Сергей Куприянов за рулем поедет. Газомоторное топливо. И вот у него такие немножко отличающиеся цвета у этой машины от тех, что, собственно, у других.